Привет, народ! Продолжаем ремонтировать ножи. Так, это нам еще пригодится для обратной отправки. Здесь нас запаковывали так конкретно все. Серьезно, здесь, я так понимаю, какое-то письмо, что ли? Типа, да. Какая-то бумажка, в общем. Добрый день, прошу сделать крыса, восстановить геометрию ножа, устранить люфты, второй нож убрать люфт, заточить. С уважением, Валентин. Сейчас посмотрим, что вы тут прислали, Валентин. Да, так все запаковано, вроде как на Северный полюс собрались или в космос отправлять. Прямо реально все, серьезно. Ужас. Это просто жесть, ребята, ну зачем так паковать? Чтобы я тут потом мучился от этого, ну честное слово. На случай ядерной катастрофы запаковывали, вижу. Смотрите, ну кошмар просто. О, наконец-то добрались. Это я сразу выбрасываю, назад я в этом отправлять не буду. Так, крыса. Что тут с крысой у нас? Крыса печальная. Вот так вот. Здесь у нас сломан кончик. Ножом чего-то такое вот строгали. Что-то околометаллическое. Ну и... То есть, что продольный, что поперечный. Люфты. Мне интересно, все ли шайбы на месте. Потому как, если шайбочек не хватает, то это печалька будет. То это будет печалька. Так, так, так. Давайте разберем нож. Посмотрим, что там. Что здесь у нас? Ага. Ладно, проехали. Нужно вот так вот это делать. Посерьезней. Все зажато. Вроде как даже на фиксаторе было все. Да. Фиксатор здесь был когда-то. Так, 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 так. Шестой торкс. Голос. А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот наш нож разобран, видите, да, вот здесь должна быть сфера, вот такая как с той стороны, а у нас здесь уже стертый шарик, поэтому мы сейчас выбиваем, выбиваем шарик, ставим его в отверстие и чуть-чуть затупить нужно гвоздь, потому что гвоздь острый, и тупым кончиком гвоздя Ставим наш шарик сверху и с этой стороны выбиваем его Вот шарик наш выбили мы, и теперь нужно его достать со стола Потому как он залез в дерево, сейчас давайте, чтобы я его не потерял, я его на магнитик положу, ну и вот видите, он сразу этой стороной, где он стертый, сразу примагничивается Как бы ее показать-то теперь вам Вот она стертая, эта сторона, вот видите, шарик стертый Сейчас нам нужно вот этой вот его частью стертой, видите, он вот так вот Сейчас взять и прям вот этой частью его пересадить туда Вот она, стертая часть наша на шарике, фокус Вот видно, четко я сейчас И вот этой частью развернуть шарик аккуратненько и посадить его обратно Ровненько, ну и теперь молоточком, легонько, одним ударом И в принципе шарик у нас на своем месте и правильно, видите, да? Сфера у нас уже, то есть не будет у нас лишнего трения здесь Ну а та часть, вон она там внутри у нас Поехали, собираем теперь дальше нож Ну, я так понимаю, нож нужно нам еще немножечко будет оттянуть Оттягивать я его буду Ну вы в курсе уже, да? Как это делается, показывать не буду Если кому интересно, то наберите Либо вот здесь в уголочке будет ссылка Либо же поиском по каналу Ну, ребята, кто не знает, как пользоваться поиском по каналу Давайте расскажу Вот когда вы попадаете на главную страницу Вот она сейчас перед вами То вот здесь, вот в этом месте, видите, да? Вот увеличительное стеклышко Вбиваем туда Ну, допустим, в нашем случае нас интересует лайнер лок Как его лечить? Вбиваем словосочетание лайнер лок Ну и вот мы имеем на выходе несколько видео Смотрим Я сейчас делаю то же самое, что делаю всегда Просто оттяну чуть-чуть сам лайнер Для того, чтобы он у нас удлинился Ну и за счет, соответственно, его длины у нас пропадет Продольный люфт Ну вот, в принципе, я думаю, и все Давайте соберем нож в обратной последовательности Точно так же, как мы его разбирали Только наоборот И, в принципе, все Я думаю, что все люфты у нас пропадут Ну, опять же, давайте я это все быстренько перемотаю Чтобы сократить максимально длительность ролика Ну вот, в общем В общем и все Нож наш собран Клиночек сейчас мы выставим по центру Переточим вот это вот безобразие Шлифанем чуть-чуть клинок Чтобы убрать риски, царапины Переточим Ну вот, давайте попробую показать сейчас Давайте шлипанем хорошо Вот так Видите, да? На самое начало приходит лайнер Никаких люфтов Это часы Люфтов никаких ни продольных, ни поперечных Вот лайнер убираю Пиночек имеет мягкий ход Но при этом никаких люфтов Пришлось выбросить вот родных две шайбы Вот этих вот Фторопластовых И поставить туда фторопластовую шайбу Ну, чуть-чуть одну потолще То есть, здесь шайба, я не знаю, наверное По десяточке, да? Я поставил шайбу Четыре десятых Миллиметра Одну Ну, все нормально Клиночек сейчас мы выровняем Давайте Поставим Посадим на фиксатор резьбы Зажал Сразу предупреждаю хозяина Что не стоит Разбирать, пробовать Потому как фиксатор резьбы Вам просто не даст этого сделать Без надлежащего инструмента Вот так Берем капельку фиксатора И Оп Ее аккуратненько туда И теперь Винтик осевой сажаем на фиксатор То, хочу сказать сразу Хозяину предупредить, скажем так Что Не пытайтесь разобрать Здесь нужно либо на горячем Будет разбирать Либо при наличии Хорошего, качественного инструмента То есть Если у вас хороший инструмент То вы сорвете абсолютно Даже без паяльника Без нагрева То есть Четко раз Но должна быть четкая посадка И хороший инструмент Вон он там прямо видно Чуть-чуть остатки фиксатора То же самое Видите Даже капли нет Аккуратненько по резьбе Размазываем И все То есть Здесь много не нужно Но опять же Чтобы винтик не раскрутился Фиксация должна быть И теперь уже Вот этим винтом Мы регулируем Подтяжечку То есть Легонечко Вот видите Да Без фанатизма Затянул уже Даже вот это Легонечко Нужно чуть-чуть Устать Вот 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 уже нормально То есть Нет Часы Люфтя Часы Нет люфтов Вот так вот Давайте этой рукой Буду Шатать Нет люфтов никаких Чуть-чуть Можно даже Вот так вот Ну все В принципе Клиночек у нас Соответственно Видите Да по центру Ну сейчас Еще мы его Центральный Выведем Потому что Ну сломанный Клин Поэтому мы Его сейчас Чуть-чуть Выведем Ну клиночек Чтобы не был На краю Совсем уж Таким Узик На Большим То мы Чуть-чуть Сверху снимем А чуть-чуть Снизу То есть Сведем Клин Давайте Покажу Сейчас То он Будет Посерединке У нас Здесь Мы Вот так Чуть-чуть Снимем А здесь Мы Вот так Снимем То есть Примерно Вот так Вот это Будет Выглядеть Вот Я сейчас Нарисовал Больше Снимем Сверху Чтобы Не Утолщить Скажем Так Намного Спуски Чтобы Здесь Толстые Не были Слишком Ну в тот же момент Крыса Должна Резать Поэтому Наточен Нож Будет Остеньким Ну что В принципе Поехали На станочек Переедем На Наждак Вот таким Вот образом Мы сейчас Поставим Я думаю Будет Видно Вот так Поехали Снимаем Сверху Чуть Чуть Закругляем Чуть Закругляем Снизу Ну и Вот В принципе Все Вот так Вот выглядит Наш Клиночек Ничего Не Изменилось Теперь Мы Ставим Вулканитовый Кружок И Убираем Остатки 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 От камня Задиры Крупные Задиры Убираем Сверху Здесь Вот на Обушке У нас Видите Да Вот так Вот так Вот видно Крупные Крупные Вот здесь Острый Кран У нас Был Мы Чуть Убрали Ну Вот так Вот выглядит Теперь Наш Обух Все Ровно Все Блестит Все Замечательно Ну и Давайте Сполернем Легкие Вот эти Царапины Такие Которые Есть На Клинке Немножко Сполернем Его Сейчас Добавим Чуть Чуть Пасты На Круг Полировать Зеркало Мы его Не будем Так Слеганца Просто Прибьем Царапины Чуть Чуть Обновим Так Придадим Блеск Небольшой Такой Вот 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 Ну и Обушок Давайте Тоже Немножко Полируем Чтобы Блестел В принципе Вот и Все Вот мы Ножечку Придали Свежесть Такую Легенькую Царапинки Царапинки Задиры Все Ушли И теперь Перетачиваем Клиночек Повторюсь Не стоит Этого Делать На Наждаке С высокими Оборотами Ну и Соответственно Нужны Прямые Руки Прижим Минимальный Лучше Сделать 5 10 Проходов Чем За 2 Прохода Снять Многометалла И Поджечь Нож Ну вот В принципе Я думаю Этого Достаточно Более Чем Подвода У нас С двух Сторон Ровная Давайте Переедем Сюда Камера Опять Так Зум Назад Подвода У нас С двух Сторон Ровная Давайте Протру Клиночек Вот Подводик Начинается Вот Подводик Заканчивается Сейчас Пройдемся На Пасте Давайте Сначала Немножечко Мусатым Подровняем Режущую Кромочку Совсем Чуть Вот За Усенчик Собьем Ну Вот И Все Раз Легонечко И Теперь На Пасте Вот Впринципе Впринципе И Все Итак Протираем Нож Вот Так Вот Выглядит Подвод С Этой Стороны Логотип Логотип Мы чуть-чуть Стерли Конечно Но То есть Если под Определенным Углом Не знаю Как его Показать Он Есть То есть Под Определенным Углом Его четко Видно Вот Он Видите Да Вот Так Логотип Видим То есть Глазами Я его четко Вижу Камера Конечно Ж Сложно На камеру Поймать Ну Вот Он Есть Видите Логотип Там Логотип Остался Вот Сейчас Его Видно На камеру Сложно Поймать Бывают Очень Такие Моменты Царапины Задиры Мы убрали Ну И Давайте Проверим Как Будет Нож Резать Ну Без Проблем Абсолютно То есть Не хочу Сейчас Порезать Бумажку У меня Часто Такое Случается Что Давайте Я Оторву Адрес Обратный Вот Как раз На адресе И порвал Ладно Этот Оставим А здесь Будем Резать То есть Вот Так Вот Очень Часто Получается Что Я Беру Ту же Бумажку На Которую Адрес Человека Показываю На ней Что Нож Острый И Потом Вот Из кусочков Собираю И складываю Мозаику Чтобы Прочитать Обратный Адрес Отправки Куда Отправить Нож В принципе Вот Такое Сегодня Было Видео Вот Такое Вот Сегодня У нас Был Нож Крысеныш Видите Не Изменился Крысеныш Наш Все Нормально Форму Клиночек Не потерял Почти Да Но Здесь Конечно Чуть Чуть Равнее Был Мы Чуть Сделали Наклон Небольшой Абсолютно Без Проблем Нож Раз Бреет Протираем И В коробочку Ну Я думаю Достаточно Да Потому Как Второй Нож Это Уже Будет Слишком Длинное Видео Просто Посмотрим Что Здесь Видео Будет Слишком Длинное Я Такое Чудо Вижу В первый Раз Такое Чудо Вижу В первый Раз Чего То Тут У нас Написано Мангуст Ну Такой Чисто Шпырельник Какой-то Ну И Этот Шпырельник Видите В очень Печальном Состоянии То Есть Он Трет Реально Слушайте Ага Слушайте Это Микрофон Здесь У меня То Есть Реально Он Трет Вот Этой Частью Облайнер Нужно Будет Разбирать Смотреть Что Здесь Ну Здесь Походу Вообще Шайбы Нет Да Здесь Похоже Что Шайбы Вообще Никакой Нет Видите Да То есть Отсутствует Какая-либо Шайба Отсюда И Проблема С Зазором То есть Если С той Стороны У нас В Роли Шайбы Вот Этот Вот Фиксатор Предохранительный Работает Видите Да Вот 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 То С этой Стороны Ничего Вообще Нет Никакой Ни шайбочки Ничего В общем Сейчас Буду Созваниваться С хозяином Уточнять Все эти Моменты Здесь Не люфтовый Нет Ничего В принципе Клинок Зажат Нормально Но так как Шайба Отсутствует Вот Вот Так Вот Это Все Криво И работает Ну В принципе Это Мы Вылечим Клинок Здесь Будет По центру Но Сейчас Я усилие Применяю Очень Видите Большое Для того Чтобы Выровнять Это Все Созвонюсь Сейчас С хозяином Решим Вопрос Ну И буду Ремонтировать Вот Этот Мангуст Ну Чисто Шпыряльник Реально Такой Нож Ни о чем То есть Ну Как По мне Я Я В своей Жизни Ему Применения Не вижу Такой Чисто Где-то Вот Для Нанесения Колющих Таких Вот Ударов В принципе Так Это Мой Это Мой Где Криса А Криса Вот На Сегодня Все Пока Пока Увидимся Продолжение следует Продолжение следует